В ночь с 7 на 8 августа в Схемвале жители Южной Осетии вспомнили трагический 2008 год. Тогда республика подверглась нападению со стороны Грузии. Перед зданием правительства люди зажгли свечи в память о тех, кто не выжил в пятидневной войне. На театральной площади состоялась заупокойная служба, а оркестр Рахманинова выступил с концертом классической музыки. К народу обратился президент Южной Осетии Леонид Тибилов. Глава республики сказал, что, к сожалению, время не лечит. Мы благодарны великой России за ту огромную помощь, которая была оказана в те дни 2008 года. И в последующем мы везде ощущаем поддержку Российской Федерации. Все вопросы между государствами должны решаться мирным политическим путем, к чему я призываю все разумное человечество. В республиках Северо-Кавказского федерального округа уже не первый год стараются возобновить давно забытую традицию – куначество. Для этого в Нальчике была разработана специальная программа. Она позволяет ее участникам познакомиться с бытом и обычаями другой народности и тем самым стереть границы между национальностями. В этом году проект вышел на международный уровень. В нем приняли участие гости из Южной Осетии, Республики Адыгея и Сирии. Двоих ребят – Евгения Тринца из Кабардино-Балкарской республики и Гамзата Мау-Ламбердиева из Карачаева-Черкесии – приняла у себя в лагере семья Тотиевых. Кунаки посетили уже много мест в Северной Осетии. Побывать в городе Ангелов и первой школе в Беслане мальчики пожелали сами. Они возложили цветы к древу скорби и подробно расспрашивали о событиях тех трагических дней. По дороге, когда мы выезжали с Нальчика, они вообще, вот даже темы об этом не было, они сами изъявили желание приехать в школу и на кладбище. И вот сегодня мы их привезли, они сейчас увидят, посмотрят, как все было, как произошло, сколько детей похоронено, сколько людей похоронено. Северная Осетия Все напрямую последствия санкций едва ли коснутся. На прилавках городских рынков менее 10% запрещенных продуктов. Вместе с этим ряд стран Латинской Америки и Китай уже готовы увеличить поставки продуктов. Это значит, что повода для беспокойства у потребителей нет. По словам главы государства, необходимо провести преобразование так, чтобы поддержать отечественных производителей, при этом не навредить потребителям. Опасности того, что будет какая-либо нехватка сельхозпродукции или подорожание, такой опасности не предвидится. Те страны, которые попали под запрет, их место на рынке займут другие страны. Юным жителям города устроили праздник. С самого утра в Центральном парке Владикавказа радостная атмосфера. Звуки музыки и детский смех не затихали ни на минуту. Любой желающий мог принять участие в изготовлении поделок, порисовать и даже посадить свой цветок. В развлечениях приняли участие и молодые родители. По их словам, такие мастер-классы играют важную роль в воспитании ребенка. Организатор праздника планирует сделать его ежегодным. Масштабы мероприятия будут увеличиваться, а ребята смогут найти здесь новых друзей и сделать первые шаги в своем творческом развитии. Редакция нашего журнала «Хайпион», детского развлекательного журнала, решила провести небольшой праздник для детей. У нас было много спонсоров. Это и Леонардо. Здесь баннеры установили везде, вы можете точно на них посмотреть. Это клоуны. Также Бавария выделила нам соки. Зеленстрой выделила нам саженцы. Также вы можете увидеть машинку вон там. Мы ее будем разыгрывать. То есть каждый ребенок сможет поучаствовать в этом. В столице нашей республики прошел ежегодный турнир по стритболу, приуроченный ко дню физкультурника. Организатором выступило Министерство республики по делам молодежи, физической культуры и спорта. Стритбол – это разновидность уличного баскетбола. В последнее время игра набирает особую популярность в Осетии среди молодежи. По итогам баскетбольных баталий все победители и призеры получили ценные призы в виде кубков, медалей и дипломов. Но главным подарком для всех участников стала возможность играть в любимую игру и участвовать в подобных турнирах. Стритбол – это уличный баскетбол, который до недавнего времени у нас не культивировался. Сейчас уже четвертый год подряд министерство проводит этот праздник для молодежи. Молодежь ждет его, все лето готовятся к нему. И вот, наконец, он настал. Они все с радостью, все, которые в городе, которые не выехали, все здесь. И с радостью принимают участие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова